Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важные, сопоставим факты, выслушаем мнения и комментарии. Вместе с информационной службой редакции «Репортер 73» итоги подведу я, Вера Мещерякова. Здравствуйте. Начинаем выпуск с информации о ЧП. В центре Ульяновска на улице Красноармейской под асфальт провалился автомобиль. Все подробности с места происшествия у Маргариты Матюшинской. Весенние сюрпризы не всегда приятные. На улице Красноармейской образовалась огромная яма как в ширину, так и в глубину. Сегодня днем как минимум две машины оказались под асфальтом. Движение на дороге затруднено и большинство автомобилей, если и не проваливаются, то травмируется технически. На месте недорожных служб и не других специалистов по спасению из асфальтного капкана. Провал в асфальте образовался давно, по словам ульяновцев, и устранять его никто не торопится. По другой полосе тоже ехать сложно. Ухабы, развалы. В неприглядном состоянии центр города, что говорить об отдаленных районах. Жалуются и автомобилисты, и пешеходы. На неделе в Ульяновск наконец пришло потепление. Город выбирается из подснежного покрова и обнажается комплекс накопившихся за зиму проблем. Скоро начнется традиционный месячник благоустройства. По всему региону пройдет несколько крупных субботников, участвовать в которых, наряду с коммунальщиками, пригласят и жителей, работников предприятий, студентов. Первая волна наведения чистоты намечена на 9 апреля. Но это вовсе не значит, что коммунальные службы должны бездействовать в ожидании этой даты. В социальных сетях ульяновцы жалуются на непроходимые дороги. Добавить к этому свисающие с карнизов снежные глыбы и дорога к пункту назначения превращается в смертельно опасную полосу препятствий. Павел Петриков собрал пул мнение о состоянии города. Ответственные лица и неравнодушные горожане расскажут, что сделано и где не дотянули. Начало весны в России это всегда про грязь, снежную кашу и налить на крышах. Почему зимой снег из города не вывозят? Почему сужают проезжую трехполосную часть до одной полосы, наплевав на дорожную безопасность, на правила содержания городского хозяйства? И это не риторические вопросы, а вполне законное требование жителей комфорта на своих улицах. Ульяновцы, как и все налогоплательщики, исправно отстегивают заработанные рубли в общую казну региона. С кого спрос? Горд рапортует, что пытается очистить ливневую канализацию. У нас сейчас на контроле находится подтопление дворовых территорий, там где отсутствует ливневая канализация, там где забита ливневая канализация. Сейчас работаем с управляющими компаниями, кроме этого у нас занимаются этим наши муниципальные учреждения. Кроме этого сейчас на контроле находится паводковая обстановка, то есть это сход паводковых вод и талые воды. Контролеров всегда и везде много, только порядка это не добавляет, судя по картинке. Сил городской администрации явно не хватает, управленческих решений ждут, а их нет. На днях губернатор Ульяновской области раскритиковал органы местного самоуправления за грязные тротуары и неоткачанную воду на дорогах. Мы, в свою очередь, задаем простые вопросы. Какой парк снегоуборочных машин был задействован в зимний период? Сколько часов они работали? Каким оказался бюджет для бесперебойной их работы в снежную зиму? Перестановками руководителей дорожных департаментов тут не прикроешься. Ситуация повторяется до идиотизма. Зимой стонали от снега, весной от воды. Что будет летом? Вы что, смеетесь, что ли? Только вот в центре более-менее. На окраинах были? Видели, что там творится? Ну, значит, не справляются. Равнодушные люди, наверное, скажут нормально. Те, кто, кого хоть что-то волнует, наверное, скажут правду. Урбанисты и организаторы общественных пространств сетут, что город наш непригоден для жизни, слишком уж не убран. Уныло и убого. Тут не до креатива. Я недавно посетил Москву, я недавно посетил Нижний Новгород. И там с уборкой улиц, ну, гораздо приятнее, чем в Ульяновске. То есть в Ульяновске такое ощущение, что просто-напросто про тебя забыли. Вот, да, там снег выпал. Ну, и живи с этим, как хочешь. Обидно за родной город. Ульяновск славится не только своим географическим положением, великой Волгой, крутым волжским косогором, но и историей. Памятниками, музеями и целыми улицами, сохранившими удивительную атмосферу старины. Наплевательское отношение к такому богатству оскорбляет взгляд, отталкивает. Ну и о какой эстетике тут может идти речь? Дом в самом центре города уже, наверное, лет 10 обернут вот в такую нелицеприятную тряпку, полотно, баннер, футобой или что это такое. Да оно же прогнило все насквозь. И никто эту красоту, видимо, убирать не собирается. Вот так приедет турист в Ульяновск, посмотрит на это дело и сразу едет, и не приедет больше. И друзьям еще передаст, что, мол, был я на родине Ленина. Город-то хороший, Волга, памятников много, но грязный и неухоженный. Когда гости приезжают в наш регион, в частности, в наш город, в первую очередь обращают внимание на благоустроенность улиц. Безусловно, это важный фактор, когда улицы города убраны, когда вокруг чисто, когда вовремя убран снег, когда нет грязи. Безусловно, это бросается в глаза, и люди дают эту соответствующую оценку. Только что Ростуризм подвел итоги рейтинга по программе туристического кэшбэка. Регионы лидеры по количеству бронирований туров – Краснодарский край, Крым, Ставрополье. Удивительно, но и наша Ульяновская область на 12-м месте. С такой грязью под ногами – это просто загадка. Пока будем мечтать о рейтингах, снег растает, субботник все вычистит. А кто разруху из головы выбьет? Ровно через месяц по всей стране начнется голосование за проекты благоустройства. Рейтинговый отбор откроется на единой платформе «Загородсреда.ру». Жителям нескольких районов нашей области предстоит определиться с преображением общественных пространств в 2022 году. Помогут им волонтеры. 381 доброволец будет продвигать голосование среди земляков. Пожалуй, в каждом населенном пункте есть такое пространство, которое местные жители хотели бы преобразить. Где-то таковых территорий несколько, в областном центре наберется несколько десятков. Уголок для отдыха недалеко от дома, уютный и комфортный. Актуальная тема как для новых микрорайонов, так и давно обжитых. После определения с проектом следует определение подрядчика. Процедура конкурсная в соответствии с законодательством. Однако, несмотря на прописанный алгоритм, механизм то и дело сбоит. Контрактные торги запинаются нарушения. Личные интересы и попадают в поле зрения надзорных органов. Недавно вопросы у прокуратуры возникли к благоустройству сразу нескольких общественных пространств в Ульяновске. И касаются подлинности документации. В действиях сторон исполнения заказа разбиралась Маргарита Матюшинская. Приятно прогуляться по благоустроенному скверу, аллее или парку. Но чтобы привести в порядок общественное пространство, нужно достаточное количество денег, качественные материалы и в наше время честность. Этого качества не хватает двум ульяновским компаниям, по мнению прокуратуры. Аллея ветеранов, бульвар фестивальный, парк новые поколения и сквер средний венец. Настойчиво требует преображения. Стоимость работы оценили выше 53 миллионов рублей. Чтобы заключить три контракта с фирмой «Регионстрой», компания «Стройзаказчик» подделала документы, считает надзорное ведомство. По материалу прокурорской проверки возбуждены три уголовных дела, которые в настоящее время находятся на расследовании. Результаты расследования уголовных дел взяты прокуратуры района на контроль. Нет подтверждения опыта работы, поддельные документы – главная претензия к «Регионстрою». По информации прокуратуры, компания открылась накануне 2020-го и не успела наработать необходимое портфолио. Как аргумент, жалобы на выполнение работ в сквере у концертного зала «Современник». По словам экспертов, подрядчик якобы деньги получил, дело не доделал. У представителей компании свое видение ситуации и позиция. Документы не подделывали, в электронном ресурсе произошел сбой, не подгрузились нужные бумаги. Проверить не успели, доверились сразу после электронных торгов, утверждает заказчик работ. При этом в 2020 году с этой компанией у них уже были общие проекты. В настоящее время по заявлению прокуратуры в добровольном порядке расторгнуты данные контракты и заново поставляются на торги данные работы. Электронный аукцион завершится в апреле. И как только сойдет снег, новая строительная компания приступит к преображению общественных пространств. Сквера «Средний венец», «Новое поколение», «Аллея ветеранов». Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73. Цены на продукты в России в среднем за квартал выросли на 6,4%. Индекс котлеты с пюрешкой подготовила одна из исследовательских компаний. За основу берется стоимость суточного рациона. Завтрак, обед и ужин по минимальным ценам, доступным в регионе. Для сравнения следователи приводят суммы, которые придется выложить в странах Западной и Восточной Европы. В сутки в Италии обойдутся в 670 рублей. Позавтракать, отобедать и отужинать в Белоруссии почти вдвое дешевле – 369 российских рублей. В России вопрос питания острее всего стоит в Якутии. Суточный набор продуктов уведет из кошелька 504 целковых. В среднем по России котлетка с пюрешкой выйдет на 292 рубля. А дешевле всего питаться, как оказалось, в Ульяновской области. Наши траты на три приема пищи по минимальным ценам в сумме дадут всего 280 рублей. Мораторий на повышение цен, введенный в декабре 2020, истекает 1 апреля. Вместе с тем, передают федеральные СМИ, правительство готово продлить заморозку ценника до конца мая. Ритейлеры настроены пессимистично. Вытягивание покупательской способности тянет на дно прибыль производителей и продавцов. Факторы, повлекшие рост цен на базовые продукты, никуда не исчезли. Плюсом – негативное влияние коронакризиса. Нужны дополнительные меры, которые помогут людям пройти кризисный период с наименьшими потерями. На этой неделе в нашем регионе объявлено о разработке продовольственной субсидии. Что это за новшество и на кого направлено, выяснял Евгений Луковкин. В Ульяновской области около 80 тысяч человек живут с доходом ниже прожиточного минимума. Для них болезненно любое повышение цен. Особенно затянувшаяся на фоне пандемического кризиса история с подорожанием социально значимых продуктов. При этом нельзя сказать, что в своих проблемах они предоставлены сами себе. Социальная поддержка в разных формах работает в регионе на протяжении десятилетий. Например, социальной продуктовой картой пользуются около 4 тысяч человек. На эти нужды в бюджете 2021 года заложено 30 миллионов. Конечно, сумму в региональном бюджете необходимо на этот вид помощи людям увеличить. И это будет справедливо. Справедливо и честно. Второе, конечно, механизм именно точечной, адресной помощи именно тем, кому необходимо. Не всем, кто хочет получить ее, а тем, кому необходимо. Дать не удочку, а рыбу порой действительно необходимо. Государство обязано поддерживать человека, если тот болеет или потерял работу, или нуждается в повышении квалификации. Но не того, кто трудиться, не намерен в принципе. Экономисты уверены, пролонгация моратория на рост цен на государственном уровне должна быть краткосрочной историей. Иначе возможны негативные последствия. Чего не скажешь о поддержке нуждающихся. Подобные меры, они применяются и в странах с развитой рыночной экономикой, в тех же Соединенных Штатах. Выдаются такие продовольственные талоны для малоимущих категорий населения. Поэтому в целом, ну как бы такую меру можно, ну по крайней мере, оценить нейтрально. Что касается формата работы, в профильном министерстве считают, что продовольственную субсидию проще всего выдать в виде социальной карты. Технология отработана. Кроме взрослой, в Ульяновской области с декабря 2020 года действует и детская проткарта, на которую можно приобрести продукты для детей в возрасте до трех лет. Ей уже пользуются 3000 семей. Форма карты, она здесь наиболее приемлема. Только первое, это категорийность семей, соответственно, увеличить. И, соответственно, сумму, которая на карту перечисляется, тоже должна быть больше. Поэтому мы сегодня готовим предложение губернатору именно по увеличению суммы денег, перечисляемую на эту карту. Позиция министерства полностью совпадает с мнением большинства депутатов ЗСО. А значит, скорее всего, продсубсидии увидят свет именно в таком виде. Параллельно с выработкой механизма поддержки в регионе занимаются и продуктовой безопасностью. Мы будем организовывать работу по поиску и привлечению наших производителей, чтобы продукция была экологически чистая, полезная и в достаточном объеме. Малообеспеченным семьям, которые сегодня получают субсидии на услуги ЖКХ, никаких дополнительных документов для получения проткарт не потребуется. Те, кого в базе нет, смогут получить на заявительной основе, предоставив необходимые документы. Футуристичная буханка. Изображение за авторством дизайнера Андрея Давыдова, опубликованное на странице завода-производителя, всем известного внедорожника в соцсети, произвело фурор. Несмотря на то, что это лишь фантазия художника, картинка разошлась по публикациям многих федеральных информагентств. Руководство проекта ценило, но притворять в жизнь пока не взялось. Судьба одного из градообразующих предприятий под пристальным вниманием с разных сторон. Родившийся в годы войны и давший толчок к строительству нескольких жилых кварталов, переживший развал промышленности 90-х, сегодня автомобильный завод заявляет о новом этапе своего развития. Удастся ли покорить новую высоту, пока прогнозировать рано. Но поддержкой на старте производство заручилось. Подробности у Татьяны Домодановой. 190 авто в сутки, и это не максимум производственных возможностей. Прописанные планы на 2021 руководство автозавода называет амбициозными. С конвейерной ленты должно сойти не менее 40 тысяч машин. На первой позиции рейтинга востребованности «Патриот» пользуется неизменным спросом как на внутреннем рынке, так и в десятках зарубежных стран, включая США. Если индустрия в целом за ковидный год потеряла порядка 9% объемов, то наш автомобильный обошелся минимумом 6%. В однозначный плюс появление на линейке «Новичка». Вот она, полуторка, рабочая лошадка, а значит лакомый кусочек для представителей бизнеса, грузоподъемностью в полторы тонны. Разработано и выпущено в свет согласно требованиям рынка и запросам потребителей. Объемы производства в этом году достигают уже значительных цифр и рост. И, соответственно, у нас в настоящее время более 250 вакансий на основные специальности. Мы ведем набор. Набрать, обучить, сохранить. В нестабильно вирусное время кадровый вопрос – один из наиболее уязвимых. Подойти к решению и привнести научную составляющую призван высокий столичный гость – депутат Госдумы Владимир Кононов. Регион со своей стороны шаг сделал. На предприятии действует базовая кафедра Ульяновского технического университета. В 2019 году Ульяновская область получила статус от всероссийского общества изобретателя, рационализации, которые являются столицей изобретательства России. И удерживает до сих пор. Другой пока столицы нет, не предвидится. Но прогресса не будет, пока не воспользуемся другим двигателем прогресса и борьбы с ковидом – вакцины «Спутник Ви». Прямо здесь, в заводской поликлинике, без отрыва от производства. Сейчас дети болят, начали коронавирусить. То есть вы сейчас вакцинируете, вы не только себя защищаете, а еще и своих близких, родных, правильно? Поэтому я хочу просто спросить вас, вы как узнали, что именно можно войти вакцинат? Ну, значит, во-первых, у нас получена была почта от УАЗ, мы там прочитали. То есть рассылка такая, да? Да. Плюс по электронной почте пришло, чтобы вакцинироваться, просим. В принципе, сама вакцинация вся занимает, практически каждый человек приходит по 5-10 минут на каждого. То есть практически мы по 40-50 человек в день прививаем, слушателей завода, и уходит времени практически час-полтора. Около трех сотен сотрудников через прививочный кабинет уже прошло. Задача – охватить не менее 30% заводчан. То есть какая-то нужна дополнительная помощь, можно говорить, потому что у нас на этой неделе еще, по-моему, почти 20 тысяч приходит вакцинат, но тоже они начали приходить, поэтому мы могли бы, так сказать, опережающими какими-то поставками вот сюда направиться. А еще запланировано строительство специализированного профилактория. Словом, все во имя здоровых перспектив. Татьяна Домоданова, Бухтиер Салтанов, репортер 73. Весна 2020-го вошла в историю как время всеобщего онлайна. Образование, бизнес, туризм и культура сместились в виртуальное пространство. Сотрудники каждой сферы экстренно осваивали интернет-среду. Восторга это не вызвало, но мера из-за ковид-эпидемии вынужденная, пришлось адаптироваться. Весна 2021-го – оттепель. Работники культуры ее ждали с особым трепетом. Виртуальные концерты, спектакли и экскурсии – хоть и хорошая альтернатива в пандемию. Но совсем не то. Не та атмосфера, не те эмоции, не та прибыль, если говорить о насущном. Пусть пока ограничения действуют, послабление принесли воодушевление. 25 марта сотрудники сферы культуры отметили свой профессиональный праздник. Торжественный момент располагает к построению далеко идущих планов. Главное – подобрать площадки, чтобы нести искусство в массы. В нашем регионе к вопросу особый градус внимания культура должна быть доступна как в городах, так и в сельской местности. О чем еще говорили на заседании Совета по вопросам культурной политики региона, услышал Евгений Луковкин. Из всех искусств для нас важнейшим является кино, сказал Владимир Ленин в приватной беседе с наркомом просвещения Луначарским. Фраза стала крылатой. Важнейшим из двигателей культуры в Ульяновской области являются ДК и сельские клубы. Общий посыл обсуждения положения дел в отрасли накануне на заседании Совета по вопросам развития культуры в регионе. Роль клубов настолько грандиозна, они под своими сводами принимают самых талантливых жителей страны, потому что только в России есть клубная система. Больше нет нигде этой уникальной системы ни в Европе, ни в мире. Регион сохранил почти 500 таких учреждений. С гордостью отметили ответственное за развитие направления. Но в бочке меда есть ложка дегтя. Именно что сохранил. И не всегда под присмотром сверху. В некоторых случаях для начала активности чиновников приходилось дожидаться народного возмущения. Мы 14-го собрались, 14-го декабря. Решение наше, оказывается, не было правомочным. Вот, правомерным, правомерным. И мы отменили решение от 17 июля 2020 года. Вот, мы и не имели права принимать такого решения. Под занавес 2020 года в средних алгашах Целенинского района муниципальные депутаты решили, что клуб в селе не нужен. Местный актив, для которого клуб, сердце не только культурной жизни, забросали в соцсетях губернатора призывами о помощи. Ситуацию удалось откатить почти без потерь. Почему они вообще возникают? Возможно, от подхода к оценке качества работы. В высоких кабинетах все видится масштабнее. Местечковые радости души чиновникам от культуры не совсем понятны. С 30-х годов 20-го века Дом культуры не сильно изменился в своем функционале. Наверное, это не совсем правильно. Почему и возникают вопросы к работникам Домов культуры, у власти возникают, у профессионального сообщества. Вместе с тем ДК и клубы продолжают активную работу, уверяя, спрос есть, не успеваем с предложениями. Мы проводим стерилизованные представления, которые очень нравятся детям и подросткам, день именинника, проводим совместные мероприятия с детским садом, со школой. Это большие такие массовые мероприятия, концерты. С другой стороны, есть и такие случаи, когда клубу уже ничем не поможешь, уверена Евгения Сидорова. Может быть, в маленьких населенных пунктах, где совсем осталось немного жителей, уж там совсем 0,25 статки, когда приходят работники клуба, открывать и закрывать клуб. Но, честно, нужно ответить себе на вопрос, клуб-то вроде здание есть, а клуб-то нет. Духовный, высокопатриотичный центр. Вот чем, по мнению главы региона, должны становиться клубы. Параллельно с высоким искусством, театрами, картинными галереями, музеями, оснащенными современной техникой и обновленными экспозициями, должны существовать и локальные точки притяжения всех возрастов, национальностей, творческих интересов. Профессия вообще работника культуры на сегодняшний день необходимо повышать престиж. На уровне профессий педагогических, медицинских работников население является еще как-то востребованным. Мы не очень престижны, а также мы не очень привлекательно выглядим для молодежи. Региональный Минкульт заявил, цель поставлена, проблема понятна, пути решений есть. Первым шагом может стать новый областной закон о статусе писателя, а дальше аналогичный документ о статусе работника культуры. Ну и, конечно, финансовая поддержка, чтобы в клубах ЭДК могли спокойно искать новые формы работы и путь к сердцам и умам молодых. Сделать Ульяновск культурно привлекательным задача профильных ведомств. Программ за все годы заявлялось множество, но бодро начавшись, они постепенно уходят в русло плановой рутины. Красный туризм, родина Колобка, Земский театр – лишь несколько примеров. Культурная повестка – важный аспект жизни территории, претендующий на статус туристической Мекки. Конечно, Ульяновск не Санкт-Петербург, где что ни шаг, то памятник, что ни событие, то аншлаг. Ну и Никазмодемьянск с его 20 тысячами населения, ставший известным в Поволжье как прототип городка Васюки, где в романе Ильфа и Петрова развернулся сеанс одновременной игры с гроссмейстером Бендером. У нас своих фишек явно больше и заметных личностей хватало во все времена. И событий им посвященных достаточно. Возможно, спотыкаются они из-за того, что оторваны отчаянии жителей, которые очередной анонс воспринимают с долей привычного скепсиса. Мы спросили у наших земляков, каких культурных событий на Малой Родине хотелось бы именно им. Ответы в рубрике «Глаз народа». Сейчас пандемии, к сожалению, мало посещаем. А на самом деле, ну так, вроде бы открывается потихоньку, по крайней мере, вроде и театры начали все. Музыкальный больше концерт. Все, хватает. Я сам работник культуры. Я из музея, музей Пластова. Ой, мне уже всего вот. Уже ничего и не надо. Мне в пандемию, конечно, не хватало. Там в кинотеатр очень хотел сходить. Год не ходил в кинотеатр, а когда открыли, конечно же, побежал сразу. Я люблю в театр ходить, ну и на концерты. И сейчас хорошо, что все-таки появляется концертная деятельность возобновляется. Поэтому очень хорошо. Мне вообще все хватает. Я не успеваю даже посещать те культурные мероприятия, которые у нас есть в городе. Да все открыто сейчас. Все хватает. Все великолепно. Мне не хватает уличной движухи. Вечерами, вечерами, ну я имею в виду летом, да, вот это летний-весенний период. И, конечно же, всем не хватает такого. Ну, время было такое, да, все сидели по домам. Но я думаю, что сейчас с открытием сезона весенне-летнего все будет. Мне все хватает. Я не любитель для особых так. Ну, театры есть, кинотеатры есть. Я думаю, что достаточно. А что еще? Выставки, наверное, мало выставок. Ну, каких-то массовых, которые проходят на площади Ленина, развлекательных, каких-нибудь концертов. Потому что уже скучно сидеть дома, хочется выйти на улицу, тем более весна, солнышко. Весна преподнесла культурной столице букет разнообразных фестивалей. По театральным подмосткам шествуют лицедеи. В субботу занавес опускает театральное приволжье. Оценители академического звучания продолжат наслаждаться музыкой фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». В нашем эфире мы знакомим зрителей с дневником весеннего сезона. Сегодня расскажем о программе предстоящих выходных. 27 марта концерт симфонического оркестра «Губернаторский» пройдет под эгидой Союза литературы и музыки и объединит воедино три чудесных события. Год книги, юбилей Сергея Сергеевича Прокофьева и Всемирный день театра. Для гостей вечера будет исполнена великая трагедия Уильяма Шекспира «Ромео Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Кстати, в соединении с художественным словом музыка Прокофьева предстанет на нашей сцене впервые. В этот вечер во главе симфонического оркестра встанет художественный руководитель и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. В роли чтеца выступит популярный российский актер театра и кино, диктор, телеведущий, писатель, заслуженный артист России Сергей Чонишвили. Ждем вас 27 марта в Ульяновском драматическом театре имени Ивана Александровича Гончарова, начало в 17.00. 28 марта состоится единственный джазовый концерт фестиваля в нашем городе. Его представит звезда московской джазовой сцены Марина Волкова и полюбившаяся уже ульяновской публике джазовое трио одного из лучших контрабасистов России Сергея Васильева. Мастера российского джаза, постоянные участники топовых джазовых фестивалей в России и за рубежом, лауреаты престижных международных джазовых конкурсов, музыканты, которые уже приезжали в наш город и покорили сердца сотен людей. Концерт с яркой джазовой программой под названием «Танцующая королева» пройдет 28 марта во Дворце творчества детей и молодежи. Фермеры обещают, привезут все и дадут бесплатно продегустировать. Домашние соусы и аджика для придания изюминки вашим блюдам, выдержанные и молодые сыры адыгеи на натуральном молоке. Здесь все, что порадует ценителей вкуса. Дичь скубани, колбасы, рулеты, элитные породы дальневосточной рыбы и, конечно, красная икра. На десерт краснодарский чай и сладости. Ярмарка от Абхазии до Камчатки. С 24 по 28 марта в ТРК «Спартак». В завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире «Репортеры 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Региональный телеканал Ульяновской области можно смотреть и в эфире первого мультиплекса утром и вечером на ОТР. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова